Вдоль дорог Саратовской области раскинулись бескрайние поля с золотыми подсолнухами, пышной пшеницей и кудрявым нутом. Из-за всей этой красотой труд людей, фермеров, которые заботятся о полях, стараясь применять самые передовые технологии для получения хорошего будущего урожая. И им на помощь приходит компания Фосагра, которая уже второй год подряд организует День поля, где сельхозтоваропроизводители могут и опытом поделиться, и узнать о новинках в отрасли. Все очень просто. До нас от Фосагра 80 километров. И поэтому есть программы Минсельхоза через Минсельхоз Ассоциации области. Делаем заявки и получаем по сниженной цене, покупаем точнее, не получаем, а покупаем удобрения, которые нам нужны. Конечно, будем дальше развиваться, смотря всю линейку, которая выпускается, в том числе, я так понял, и в жидком виде, чтобы не тратить время на растворение, не тратить силы, там идут и финансовые затраты, а сразу вносить в землю. Просто мы не знаем, где спектр выпускаем. Для этого сюда и приехали, чтобы ознакомиться с той линейкой продукции, которая нам предлагается. По мнению опытных агрономов, залог хорошего урожая прост. Техника, которая не подведет семена высокого качества и удобрения, подходящие высаживаемой культуре и соответствующие характеристикам почвы. И эксперимент, который второй год проводит компания «Фосагра» на Балаковских полях, демонстрирует возможности современных технологий. Эту информацию, конечно, мы впитали, посмотрели. Будем смотреть, пользоваться этой информацией. Мы не первый год вообще-то берем. Под кукурузу мы не вносили, а мы вносили под озимую культуру. Эффект плюс 10-15 центров. В этом году испытания удобрений на различных гибридах кукурузы и подсолнечника проходили на экспериментальных полях агрофирмы «Пегас». Её директор Алексей Бирюков признался, продукцию «Фосагра» использует давно и активно. Да, мы регулярно работаем с «Фосагра», постоянно покупаем аммофос. Сейчас начали ещё приобретать сульфаммофос. Сейчас слышал, что начали выпускать ещё сульфат аммония. Мы тоже заинтересованы в этом продукте, потому что у нас есть дефицит серы. Видим эффект повышения урожайности. По агрохиманализу видим изменения в почве. В общем, постоянно сотрудничаем. А сейчас ещё стало интересно то, что «Фосагра» стала проводить экспериментальные делянки с различными дозами удобрений, с производителями различных семян. И мы можем сейчас увидеть какой-то опыт, который будем в будущем использовать у себя. Знаю, что некоторые, может быть, ещё относительно экстенсивно работают, или применяют удобрения мало, или вообще не применяют. Но я думаю, что постепенно все сейчас будут переходить на эту работу. Саратовская область, особенно её левобережье, считается зоной рискованного земледелия. И малейшая ошибка может привести к неурожаю, а значит, оставить фермерское хозяйство без развития. Поэтому и растёт спрос на удобрения, которые требуются саратовской земле. «Освоили, будем так говорить, новую марку удобрений. Это сурфат аммония гранулированный. Форма гранулы, она и позволяет равномерно и с необходимым захватом за один проход внести удобрения. Мы выпустили уже две пробные партии, опытных партий таких больших, отправили и получили очень хорошие отзывы именно по качеству». Одним из самых ярких событий Дня поля стал конкурс среди механизаторов, в котором предстояло наиболее равномерно распределить удобрения по выделенному участку. Понятно, что трактор – не самолёт, разбрасыватель – не космический корабль, но точность и в этом деле никто не отменял. В результате лучшим специалистом признали Нурлана Устинова. Ему в качестве приза достался и разбрасыватель, а двум другим призёрам – удобрения Фосагра. «Давайте поаплодируем, классно же!» Участникам Дня поля представили линейку удобрений Фосагра, новую сельхозтехнику, систему мониторинга за состоянием посевов от компаний-партнёров. Не менее важным этапом мероприятия стала агроконференция, на которой прозвучали доклады об эффективности применения минеральных удобрений, использовании фосфогипса в качестве миллиаранта, способах защиты гибридов кукурузы. Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством сельскохозяйства Саратовской области и компанией Фосагра. Мы применяем удобрения. Сегодня у нас регион является одним из лидеров. Сегодня мы лидеры в привозном федеральном окре по валовому сбору зерновых культур. Регион намолотил 4 миллиона 250 тысяч тонн, за что хочется поблагодарить всех наших хлеборобов и тех, кто действительно помогал нам достигать такие высокие урожания и компанию Фосагра. По словам советника губернатора Татьяны Кравцевой, потенциал у саратовских полей огромен. И порой фермеры сами не знают, на что способна их земля. Поэтому и призывает глава региона к более широкому применению современных агротехнологий, включая систему минерального питания удобрений. Я думаю, 5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, задачу, которую поставил губернатор однозначно, будет в этом году реализована. Ну и наверняка порадует урожай подсолнечника, потому что и сегодняшнее мероприятие показало, что при применении качественных семян, при использовании самых современных агротехнологий, при использовании удобрений, есть хорошая отдача. Фермерам рисковать нельзя, поэтому и опыты на своих полях они ставят довольно редко. Вдруг результата не будет. Но именно на днях поля руководители КФХ узнают о нововведениях без риска для своих хозяйств. Могут руками пощупать каждый колосок, каждый початок, выращенный в экспериментальных условиях, чтобы потом применить новые знания на практике.